даже то что не решает но он так ребята всех приветствую подъехали красногорск вот такой балкончик у нас здесь у нас длина чтобы вы понимали парапета ровно 60 а это слава солить и у нас качает здесь у нас получается эркер здесь эркер здесь эркер а здесь у нас сейчас я вам покажу неудобно чуть-чуть а здесь у нас метр двадцать здесь метр двадцать там 60 соответственно 60 сантиметров крышу мы сделаем ровненько да чтоб у нас было везде по метр двадцать вот не было такой порнографии да посмотрите идет 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 эркер тут вырезают зарезают зачем она лучше сделать крышу одинакового размера здесь во первых где одна группа сюда заходят здесь когда будут косой до щеки здесь больше будет козырек и меньше суда будет вода забивать логично логично вот так это все будем делать делаем сюда стараемся делать так чтобы заказчик был у нас доволен и делаем так чтобы оно было реально качественно хорошо и комфортно потом было находиться под этой крышей смотрите следите как мы это все будем делать так сделали демонтажа вот так теперь у нас все выглядит здесь обрезали вот такой чехольчик здесь сейчас зачистим здесь будем ставить стоечку с этой стороны там тоже все аккуратненько видите смотрится здесь мы крышу угол наклона будем делать небольшой так как у нас здесь вот видите вся вот эта часть она пустотелая закрепиться получается не к чему будет такой бетон будет он везде будет крошиться если куда-нибудь будем прикручивать он будет везде крошиться сделаем минимальный угол наклона вот как у соседей дал приходит это четверть и все вот этот сэндвич я так думаю оставим да как говорится соседи все-таки меньше суда смотрели для этого было оно и сделано демонтировать не будем оставим заказчица вот так начинаем дело здесь у нас равные расстояния здесь у нас 60 напоминаю здесь у нас метр двадцать здесь у нас метр двадцать крыша у нас будет но где-то метр метр тридцать пять вот так вот с нахлёстом туда и здесь соответственно мы вынесем треугольника чтобы у нас крыша была ровненькая если мы сюда вынесем получается 60 сантиметров да как и с той стороны то у нас когда косой дождь будет сюда забивать у нас здесь одна и зона до входная группа стоит соответственно сюда меньше будет дождь забивать и будет очень красиво смотреться еще раз показываю не так как там потому что там вот так на косую все обрезано плюс у нее соответственно волна идет не ровно это все сделано так прежде чем поставить стоечки до сюда нужно понять уровень нашего парапета берем лазерный уровень ставим берем рулеточку сейчас вот при вас делаю девять с половиной вот видно четко сейчас здесь девять с половиной и с этой стороны где у нас будет стоять стойка мамочки дорогая смотрите здесь у нас 13 с половиной получается четыре сантиметра в эту сторону нужно приподнимать чтобы у нас получилось вот девять с половиной сантиметра эта стойка на четыре сантиметра будет выше чем вот это сколько тогда у нас вот это верхушечка пойдет четко по уровню вот так вот все работает так сварили вот такой буква купе нашу стоечку сюда завели чтобы у нас тоже отсюда косой дождь критик сюда не забивал здесь у нас вот такой вот уровень стоечка идеально по уровню стоит тоже по уровню стоит покажу что потом никто еще мне не писал и здесь вот смотрите видите как как бы с вами вымеряли у нас здесь яичко у нас теперь вот этот все стоит четенько по уровню теперь мы треугольники накиду привариваем у нас это крыша будет четко по плоскости по уровню как-то так красавчики и и и и и и и и и Добро пожаловать в Казахстан! 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 И пустить ее на 60 сантиметров больше. Во-первых, остекление будет четко без этих аркеров. Во-вторых, у нас подоконник будет идеальный. Ну и смотреться будет тоже очень хорошо. Вот такая вот крыша. Супер, супер. Сейчас я вам покажу еще вид снизу. Вид сверху сейчас покажу. Смотрите, как классно смотрится. Теперь подтекать ничего не будет точно. Все идеально будет смотреться. Смотрите, вид сверху. Ребята, ребята, на минуточку мастера покажу вам. Смотрите. Работает красавчик. Что-то тут наделал. Что-то тут мажет доски пропиточкой. Что-то крутит, вертит. Красавчик, что я могу сказать. Так, показываю вид крыши сверху. Вот так это все смотрится. У нас здесь на минуточку пятый этаж. Здесь сделали мы идеально ровненькую крышу. По плоскости я вам показывал, как в уровень ее вывести. Вы смотрели. Все кровельные саморезы полностью загерметизировали. Перехлест на волнах. Две волны перехлест у нас за герметиком. Верхняя и нижняя волна. Здесь у нас как раз три листа выходят. У нас крыша 2,65. Три листа у нас все вышло. Все идеально. Здесь даже шапка, когда будет льда, лежать через наши волны. Потому что у нас под волнами там герметик. Он сейчас, солнышко выйдет, застынет. И туда водичка, когда шапка льда будет стоять, туда между швов уже не потечет. Здесь будем спать спокойно. Здесь у нас у соседа, видите, старая крыша. Ассорти, да, набрали где-то зеленое, коричневое. Где что было, там и подобрали. Здесь, если бы мы делали бы крышу вот так, как у соседа, видите, вот здесь вот. Вот у нас бы этот участок бы пошел бы больше, а этот участок бы пошел бы под наклоном. Ну, такое себе, как говорится, решение. У нас, смотрите, красотка какая. Вот так, сейчас я вам покажу сбоку. Даже у соседа еще, в принципе, очень хорошо сделано. Видите, как все четенько, красиво. Но наша вообще красотка идеальна. А сейчас я вам покажу, сейчас я вам покажу крышу. Ну, просто пошлите, я вам со мной обойду, чтобы никто не переживал, чтобы я здесь не упал. Вот я вам покажу, сейчас называется не крыша, а рахуба. Смотрите, если вот так делать, вот так, смотрите, смотрите, уууу, и пошла полукругом. Она еще под наклоном, еще волны, видите, торчат. Вот так вот, то здесь вот просто понабивали гвоздями. Здесь вот андулин сделали правильно. Видите, все четенько. Там выровняли тоже все хорошо. Ну, короче, всегда нужно выравнивать вот этот край, который здесь. Лучше вынесите, да, сделайте вынос по остеклению, У вас будет красивый Аккуратненький балкон Подоконник будет широкий И вот эта крыша будет идеально ровненько Ребятки, много текста Кому понравилась данная крыша Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Что хочу сейчас сказать Выбирайте правильных мастеров Которые стараются делать хорошо Если вы на нашем канале То обращайтесь к нам А мы Полезли вот в эту дырочку Пока